Алтайский край на передовой развития агропромышленного комплекса России. Первый по производству гречихи и льна, один из первых по производству зерна, регион с которого чаще всего поступают инициативы. Опыт нашего края высоко отметили в Москве, где прошло заседание комиссии по сельскому хозяйству Госсовета с участием профильных ведомств, ученых, сельхозпроизводителей. Алтайский край – это наша кузница, только по территории пашни они занимают первое место. Алтайский край – 6,5 миллионов гектар, по зерновым – 5,6 миллионов зерна. И если перечислять, какое в рейтинге место по производству культур, то Алтайский край – это практически везде первый. Это первое спустя пять лет заседание Госсовета по вопросам агропромышленного комплекса под председательством губернатора края Виктора Томенко. Участники подвели итоги этих лет. Одно из важных – рост инвестиций в аграрную сферу, что раньше сложно было представить. Санкции подстегнули мощное развитие и этой отрасли тоже, сохранив международное партнерство. Главной, конечно, задачей является обеспечение продовольственной безопасности нашей страны, поскольку сегодня этот вопрос реально стоит на мировой повестке дня. Россия сегодня один из важнейших игроков на рынке, на мировом рынке продовольствия. И мы должны в первую очередь защитить себя и в дальнейшем постараться максимально выгодно занимать позиции на мировом рынке. Нам необходимо обеспечить устойчивую технологическую модернизацию отрасли и ее цифровизацию. Среди новых задач перед отраслью – развитие животноводства и растениеводства, тесное сотрудничество с наукой и, конечно, улучшение инфраструктуры в селе. Только так можно решить проблему кадрового голода и увеличить шансы сельхозпроизводителей на хороший урожай. Даже в экстремальных условиях, как в этом году на Алтае. Вместе с тем участники подчеркнули, что сейчас в сфере уделяется гораздо больше внимания. Если посмотреть развитие АПК сельского хозяйства и фермеров 10 лет назад и сейчас, то это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Первое – у фермеров появились грантовые программы для микропредприятий, у нас появились льготные кредиты. Наконец-то начали с нами работать по учебнику экономики. Нам стали давать дешевые деньги, на которые мы осуществляем инвестиции. И все изменилось, и сельское хозяйство полетело. Только за прошлый год мы, фермеры, дали 20% темпов роста. По итогу заседания будет сформирован доклад, который озвучат на заседании Президиума Госсовета с участием президента страны. Он пройдет в начале следующего года. Дарья Ирошина. День с толком.